Всем привет, с вами Прия. Второй этап моего коллекционирования окончен. 400 игрушек наконец-то собрано и получен Брут. Питомец, механическая собачка, которая имеет, конечно же, уникальные способности. Без шуток, у неё есть парочка интересных вещей, которые, может быть, пригодятся в будущем в битвах питомцев. А как мы знаем, битва питомцев — это дальнейшее движение в World of Warcraft, и только с битвами питомцев всё станет идеально в этой игре. Кому нужны эти рейды и PvP? Битва питомцев — это самое лучшее, что можно придумать. И коллекционирование тоже. Только посмотрите, как она прекрасно гавкает своим механическим ртом. Ну это классно. Итак, 400 игрушек. Собственно, это очень много. Всего у нас в игре существует 582. И способы получения некоторых ограничены. Стоит помнить, что какие-то игрушки можно получить только во время какого-либо праздника. И поэтому сбор их может быть немножко тяжёл. То есть, например, если глянуть по лунному фестивалю, то у меня просто нету ни одной игрушки. Но всё равно каким-то образом мне удалось собрать 400. Почему? Ну, просто давно играю в эту игру. Прокачаны репутации, прокачаны профессии. И что-то где-то куплено. Да, какие-то игрушки, конечно, пришлось доделывать на стриме. И спасибо, конечно, тем людям, которые подсказали, как делать некоторые игрушки. Направили меня на то место, где, например, большое их количество находится. Направили к тем торговцам, у которых продаётся большое количество игрушек. Таким образом, за три дня, то есть получается 23, 24, 25 и сегодня чуть-чуть прям 26 числа я там дофармливал три игрушки. Вообще за всё это время, начиная с 23 числа, было нафармлено 50 игрушек. Это большое количество, очень большое количество. Пришлось, например, купить вечный благородный элементивый перстень. Пришлось купить вечный перстень с чёрным бриллиантом. То есть две эти игрушки суммарно, они стоят 8000 голды. Если, конечно, вы хотите повторить то же самое, а также пополнить свою коллекцию, получить прекрасное достижение, то придётся выложить какое-то количество голды. Если поговорить о питомце, который даётся в награду, как я уже говорил, у него есть уникальные способности различные, но в принципе имеется похожий питомец по своим способностям. Конкретно вторая кнопка и третья является аналогичной, но других не имеется. То есть с помощью аддона Rematch можно глянуть похожих питомцев. Ну тут есть кнопки найти похожих. И вот высветило одного такого питомца. А именно Lord Tiffington. То есть мало ли вдруг кому-то нужны способности по типу зарытого сокровища и вынюхивания, или суперлая. Я же не знаю, какими коллекциями на текущий момент времени вы занимаетесь. Но в любом случае я желаю вам удачи, всех благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Хочу, чтобы ваша коллекция была всегда развита и всегда была обширна. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!